В Венесуэле заявили о желании почти всех военных бросить Мадуро. Политика мир. 16.9.10 февраля 2019 года в Венесуэле заявили о желании почти всех военных бросить Мадуро. Фото. Виталий Яньков слешрия новости 3-й высокопоставленной военной армии Венесуэлы признал главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайда. Видеозапись с его обращением опубликована на YouTube. Полковник с ухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Пас Хименес. Хименес рассказал, что принимал участие в демонстрациях против действующего президента страны Николаса Мадуро и призвал военных пропустить гуманитарную помощь из США, уточняет. Эл Коммерсио. «Давайте будем смелыми, давайте не будем бояться», — объявил он. Хименес подчеркнул, что 90% вооруженных сил недовольны Мадуро, поскольку солдат используют, чтобы удержать нынешнее правительство у власти. Поддержал глава управления стратегического планирования главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Яниос Родригес. Родригес также говорил о массовом недовольстве личного состава и призвал товарищей по оружию не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы. В ВВС его назвали предателем и отстранили от службы. Не задолго до этого в конце января Гуайда рассказал о тайных переговорах с венесуэльскими военными. Он говорил, что поддержка армии решающая сила в процессе смены власти и пообещал амнистию всем, кто признан невиновным в преступлениях против человечности. 23 января на фоне массовых протестов Гуайда провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. Его поддержали США, а позднее Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия, Россия, Айран, Турция и Белоруссия выступили за Мадуро. Больше важных новостей в Телеграм канале Лента дня. Подписывайтесь.